всем добрый день дорогие друзья уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы на связи миха ричард как всегда у нас по пятницам на канале брокера а маркет от этой микрофон и торгуем разбираем сделки анализируем рынок валют акции и облигаций фондовый рынок криптовалют сырьевой рынок все что торгуется все что приносит прибыли и тоже это на чем можно заработать разберемся на и новости которые выходили в мире разберем чего нам ожидать на следующей неделе и и покажу те сделки которые я держал которые я позакрывал и на данный момент со всех всего того списка осталось то всего три сделки а вот про не сейчас расскажу покажу почему я держу и какая у нас валютная матрица на следующую неделю вот поэтому давайте без особых лишних слов будем с вами начинать и так что вообще происходит мире какой на данный момент сентимент и настроение участников рынка первое это штата штат это самое собственно главный наш урок и настроение непосредственно инвесторов штатах дает движение рынка по всему миру и первое что самое важное это массовые беспорядки которые сейчас происходят в нью-йорке важно и других штатах особенность все началось меня по миниаполиса если меня не изменят память и и распространилась по по всем 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 штатам что у нас что собственно там и происходит все началось с того что полицейские превысили свои полномочия и убили афроамериканца которые и после этого началось массовое повстание под эгидой black life meters то есть жизнь черных вы тоже важно и по всему это все распространилось по всем штатам то же самое вот этим протеста постепенно уже перешли на европу ждем в киеве возможно тоже такое будет хотя насколько я видел уже уже даже сегодня под верховной рады кто-то собирался вот то есть всякое может быть но но суетом что уже все забыли про коронавирус начинается новая эпоха начинается лето собственно летом мы начинаем какую-то другую тему и вот эта тема это про расовую дискриминацию вот на самом-то деле тему-то подняли но фондовые рынки на это никак не реагирует абсолютно никак потому что кроме того что происходит в политике на самом-то деле есть еще экономические процессы а в частности в частности вот я давайте прямо сейчас вам покажу такой интересный факт которого и да я бы даже сказал аномалия которые которые раньше не было сейчас она появилась смотрите первое что понятно дело что во время карантина падал потребительский спрос логично это само собой разумеется и настроение консюмеров потребителей она очень сильно упал это раз трое упало настроение бизнеса и упал упал и упали темп роста промышленного производства то есть видим тоже грохнулась и последний месяц уже идет на восстановление это плюс вот темп роста промышленного производства минус 15 процентов это очень много то есть фактически все замедлилось но в то же время со стороны фрс начались массовое вливание денег в экономику то есть массовое печатание денег можно даже так сказать видим что денежная масса и мной растет мы видим что растет у нас также и баланс центрального банка аналогично что она едой другое будет расти вот и вот тут что самые 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 важные смотреть если идут массовое вливание денег вопрос там куда они идут то есть идут часть идет в реальный сектор а часть идет на покрытие долгов банков и на собственно реструктуризацию рефинансирование долгов но для того чтобы экономика восстанавливалась надо чтобы люди тратили деньги а люди будут тратить деньги если они в них будут а откуда у них могут быть деньги если никто нигде не работает это кредит и вот теперь смотрите кредиты в приватном секторе выросли на 25 процентов за последние два месяца и вот на самом-то деле ну хорошо выросли что а теперь смотрите что было буквально в 2008 9 10 году то есть когда был финансовый кризис в то время кредиты не раз люди не брали банки не выдавали кредит и люди не хотели брать эти кредиты и в результате объем кредитов падал и как результат падал потребительский спрос падала инфляция доходили до дефляции падала промышленной производства и падала экономика сейчас такого нет сейчас наоборот дополнительно берут люди берут кредиты увеличивается понятное дело увеличивается долговая нагрузка но это вся долговая нагрузка идет под ноль процентов и как результат это все стимулирует дополнительно и те же инвестиции в фондовый рынок потому что раз в людей больше денег больше тратится больше компании зарабатывают и результате фондовые рынки будут расти но тут есть еще один нюанс если во время карантина когда все люди сидели дома особо массово развиваться онлайн бизнес в частности фондовый индекс nasdaq 100 очень хорошо рост это технологические компании те и технологический сектор очень хорошо рост то есть мы видим что произошло уже практически стопроцентное восстановление фондового фондовых индексов до уровня предкарантинных зон вот но сейчас идет более активный рост наоборот реального сектора почему во первых идет открытие те же границы самолеты начинают летать значит все компании даст рел это авиакомпании начинают работать соответственно и начнут зарабатывать больше денег потом отели начинают открываться кинотеатры начинают отрываться отдых запускается и фактически весь этот реальный сектор начинает работать и в итоге мы видим тоже и рост фондовых индексов smp 500 и более быстрый чем технологического сектора то есть инвесторы уже кроют своей прибылью в технологиях и начинают инвестировать в реальный сектор и сейчас ближайшее время ближайшее лето у нас основная тенденция будет и основной основная прибыль будет именно на фондовом рынке за счет технологий и о извиняюсь не за счет технологий а за счет реального сектора вот это важный тоже такой метод что касается фондового рынка соответственно здесь у нас такой фондовый индекс smp 500 сейчас я вам его покажу у меня здесь тоже отрыт вот так и называется smp 500 соответственно с уже можно рассматривать покупки я не говорю что прямо из этих уровней может еще быть какой-то крития за счет вот этих массовых беспорядков чисто произойдет такой техническая коррекция если она произойдет то в диапазоне вот данных уровней это где-то 2975 3000 вот отсюда уже можно выкупать для дальнейшего роста так теперь что касается валют в целом смотрите тут хочу объяснить меня смотрит много студентов которые меня учились и задают вопросы по поводу того почему у меня тут где-то бай написан хотя по валютной матрице вот по тому анализу который я учил везде да получается сел смотрите на самом-то деле глобально все валютные пары на данный момент рассматривается большую продажу но есть определенные страны которых ввп больше завязано на сырье это австралия раз это новая зеландия это канада соответственно данные данные страну их прибыль найдет их вернее ввп идет за счет за счет сырья так как лето у нас это будет рост и именно реального сектора соответственно дополнительный спрос на сырье и в результате спрос на валюты этой страны именно экспортеры они будут покупать больше валюты и и как и и как вернее продавал соответственно экспортеры начнут все правильно больше валюты заводить и как и как результат у нас пойдет укрепление данного данные данные местные валюты этих стран вот так дальше как результат валютная матрица у нас на следующую неделю с этом 0 8 у нас 6 2020 будет иметь следующий вид но что еще немаловажно следующей неделе у нас выходят очень важные новости это по инфляции в штатах если инфляция продолжит рост то и фондовые рынки продолжат дальше свой рост и что немаловажно это заседание фрс то есть услышим что думает у нас уважаемый господин павел по поводу дальнейшее развитие пандемии по поводу дальнейших массовых беспорядков как фрс собирается стимулировать или наоборот уже встречать экономику вот и это все мы услышим уже в среду более подробно я буду писать в своем телеграм-канале так то есть пока пока такая вот ситуация и пока такая наша валютная матрица вот следующее что касается теперь сделок и вообще трейдинга на валюте давайте пройдемся по основу нашим валютным парам на данный момент у меня уже 9463 доллара закрыта осталось еще 500 поскольку там из 540 долларов заработать и мы удваиваем наш депозит что мне что не может не радовать так и по каким сделкам ну собственно мы работали первое что евро очень хорошо пошел наверх честно говоря я даже не ожидал что ну аж настолько вырастет где-то в районе 1 12 я его планировал закрывать собственно выросла и его такими тремя частями я его закрыл далее что что с евро дело сейчас сейчас здесь будет сформирована какой-то диапазон и можно будет на пробой этого диапазона дальше рассматривать евро наверх но пока пока этого нет поэтому ждем будем вообще форме формирование макро ситуации потому что вполне вероятно евро еще могут провалить и могут провалить где-то в диапазон уровня 1146 вполне вероятно но может еще упасть дальше фунт-доллар по фунту на данный момент такая ситуация ждем тоже формирование уровня и возможных коррекции вниз где-то к уровню 123 62 но тоже пока ждем я в сигнал сигналов пока не вижу я бы не заходил в продажу доллар франк ну собственно иена франк вознес не на евро франк они заходят братья акробата один падает другой растет когда имеет здесь тоже будет скорее всего такой застой поэтому ждем тоже не рекомендую него заходить доллар и она хорошо пошел и принципе тенденция далее наверх сохраняется я думаю что мы дойдем к этому дик профиту часть сделки я уже закрыл остальную часть оставил и ждем дальнейшего роста где-то в диапазону нашего данного дик профита это уровень сто десять пятьдесят примерно где-то в этом диапазон так новоделандский доллар гена очень шикарно вырос почти до 3 к был дошел я его уже закрыл ручной честно говоря не верю в то что она еще так рванет так быстро то поэтому сделки были закрыты в целом все позабирали практически по той профиту шикарные сделки я надеюсь что вы вместе со мной тоже были выйти сделка тем более что я уже сколько 16 или 17 недель рассказываю что надо делать поэтому за это время я надеюсь что вы со мной тоже уже заработали себе также денег вот по новозеландскому доллару я не перезашел к сожалению но тенденция пошла вверх их видим тоже дошли практически до тейка доллар канадец пока идеально отработал сейчас здесь будет формироваться остановки я думаю что в ближайшее время будет какой-то флэт и дальнейший рост канадского доллара где-то к уровню 1 37 26 а уезды тоже шикарно выросли ждем пока формирование какие-то модели но пока сигналов как каковых нет поэтому ждем а вот канада вот здесь продажа нас висит я ее не трогал наоборот сейчас буду ждать и нового сигнала для того чтобы разобрать его еще больше на продажу потому что тут у нас больше тенденция вниз чем вверх вот поэтому ждем формирование тоже уровня я думаю что где-то в диапазоне в данных уровней 1 сколько у нас там девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре семьдесят где-то в этом диапазоне будет заход так out frank пока сигналов нет но тоже вот диапазоне данного уровня 067 093 можно будет искать точку ухода на продажу аудио на тоже доросли до максимума идеально выросли я надеюсь тоже что заходили где-то по своей технике по моей технике захода не было мы покупали на самом низу до самого максимума не дождались но тоже неплохо заработали поэтому сейчас наоборот ждем сигнала на большее снижение чем на рост и принципе уже где-то сейчас можно его рассматривать на продажу пока сигналов нет я думаю что они со временем появится так а вот это будет флэт поэтому не рекомендую него есть канада франк тоже закрыл не дождался честно говоря ты к сейчас ожидается больше флэт и дальнейший рост поэтому если максимум пробьют можно с коротким стопом пробовать его покупать если ваша торговая стратегия это подразумевает но 70 не 35 можно его пробовать покупать по моей стратегии макро трейдинг захода здесь нет поэтому ждем канады тоже шикарно вырос ждем остановки какой-то флэта и небольшой коррекции я думаю где-то вот в данный диапазон это уровень сколько у нас 79 76 где-то это диапазон подойдем дальше франкина та же самая картина уровне сформировали здесь будет какой-то флэт и потом ждем какой-то коррекции но тоже я бы не заходила евро а у тут поинтереснее тут наоборот у нас формируется уже сигнал на покупку и вполне вероятно его от этих уровней 16184 можно пробовать наоборот покупать вот поэтому тут такая картина мы зашли уже в этот диапазон теоретически можно его пробовать покупать я думаю что на следующей неделе уже будут заходы поэтому тоже следите за обновлениями потому что вполне вероятно для того уровня я его буду покупать дальше еврокат пока сигналов нет все находится во флэте евро франк это просто шикарный шикарное движение дошли практически до тейка я заказал чуть раньше все движи все все забрали сколько только можно было мы забрали 267 пунктов кстати по канадо иена мы забрали если брать так последнему получается 3000 пунктов что очень даже неплохо канадо франк забрали среднем 2113 пунктов по пятизнам это очень крутое так евро франк тоже все сделки закрыты все закрыты в плюсе мы молодцы дальше евро фунт тоже по закрывали пока сигналов я не вижу помните эту сделку я при вас отрывал евро иена но это просто меня слов нет то я не я не ожидал такого сильного движения вот до этих уровней я ждал собственно где мы их и забрали но что она настолько рванет наверх это честно говоря это даже мне было не подвластно вот но и так очень даже неплохо заработали поэтому поэтому я поздно поздравляю тех кто высидел все это движение аж до конца так евро нзд пока сигналов нет но здесь ниже будет что-то формироваться я думаю мы еще можем подупасть где-то вот в эти уровни это будет где-то у нас 1 70 на 50 вот туда уже будем рассматривать какие-то дальнейшие покупки фунт а вот сделка есть покупку мы зашли здесь я думаю будем уже доливаться ждем формирование какого-то сигнала и еще одну доливку можно делать ну таким объемом объемом поменьше честно говоря я бы здесь уже заходил объем у нас 0 0 1 помните заходим 0 0 5 согласно нашим диском и добиваемся 0 0 1 вот и тенденцию дальше ждем наверх фунт канада пока стабилизация но честно говоря я думаю что тут пробьют ведь не этот уровень это 170 60 и дальше пойдет тенденция наверх у меня модели здесь входа нет поэтому я не буду заходить если у вас есть модель входа можете пробовать если подходит под ваш риск фунт франк пока сигналов нет фунт йена шикарно вырос но помните мы с вами еще говорили что тут можно было его правой заходить тогда по моделям я не успел и уже не хотел дополнительно заходить но движение было хорошее так фунт нзд тенденция вниз пока ждем сигнала нзд кат тоже пока ничего доллар рубль шикарная стабилизация дошли до тех уровней где мы с вами отмечали просто идеально и сейчас я думаю что будем этом диапазоне отстроговаться и дальнейший рост где-то к 77 75 где-то вот 77 вот этот диапазон золото хорошо что с него вышли успели забрать и дальше пить и роста как таково нет и в принципе если сейчас будет хороший рост по фондовому рынку деньги туда зайдут их золото пойдет на снижение поэтому пока я не рекомендую него заходить и залезать по биткоин наш приходит 10000 четко как мы с вами говорили сейчас будет флэт в этом диапазоне девять тысяч десять тысяч и там и тут пока не рекомендую общем него есть nasdaq тенденция больше в рост чем вниз но может быть какое-то коррекционное движение где-то к уровню 9372 а потом дальнейший рост snp та же самая картина возможное коррекционное движение 2975 и дальнейший рост индекс страха уменьшать то есть страх страха как таково нет поэтому рост больше вероятность чем падение ну и нефть нефть просто прекрасно идет в нашу сторону куда нам надо ведь ее слоевую кайл все растет и вот на закрытие этого гипа как минимум бы вырасти вот ну и что в отвечаю на ваши вопросы много писали что же нефть дала жару особенно под конец дня особенно даже сейчас она дала хорошего жару поэтому отлично так отдельное спасибо за разбор экономических факторов спасибо вам спасибо за комментарий спасибо большое с уж тем это приятно читать ваши комментарии что это пишите еще вопросы комментарии я вот люблю когда вы задаете много вопросов когда есть кем поговорить это я сижу смотрю на камеру и все и сам собой разговариваю аж скучно так так на выход на слышал некоторые связывают ситуацию в штатах и цену на нефть если это будет продолжаться и развиваться то это будет провоцировать снижение цены возможно и так для для корейцы думаю нужно еще фундаментальная причина технически остались нет работа некоторые зоны внизу район 33 думаю точно стоит ожидать падением по невероятно будет падение но говорю сейчас пока тенденция наверх все растет и пока нет нет сигнала на то чтобы нефти наоборот падала кстати нефтяные компании тоже можно уже рассматривать для покупки так ну и принципе все все хорошо всем вам хорошего настроения увидимся с вами ровно через неделю на этом же месте поэтому не переключайтесь зарабатывать делать деньги и будьте успешными с вами был михаил ричард успехов больше профитов и увидимся